Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Джон Эткинсон Гримшоу. Обычно просто Эткинсон Гримшоу. Живописец викторианской эпохи, наиболее известный своими городскими пейзажами, передающими туман и сумер. Родился 6 сентября 1836 года в Литсе. В 1856, вот почти 20 лет, женился на своей двоюродной сестре Фрэнсис Хаббард. Жена родила ему 15 детей, но только 6 выжили. Двое его сыновей Артур и Льюис тоже были художниками. Гримшоу постоянно выставляется в городской галерее искусств Литса. Я цитирую переводную википедию. Ежегодно его картины присутствовали экспозиции галереи. Также его работы были выставлены в Королевской академии галереи Гросс Венер. Большинство его работ размещено в частных коллекциях. В 1861, вопреки желанию родителей, бросил работу клерка железнодорожной компании и занялся живописью. Начал выставляться с 1862 года под эгидой философского и литературного общества Литса, изображая в основном птиц, а также натюрморты с цветами и фруктами. В 1870 годы стал известным художником и смог арендовать дом в графстве Северный Йокшир. На творчество Гримшоу главным образом оказали влияние при Рафаиле. Начал писать пейзажи, проработанные до малейших деталей, с тщательным выбором освещения цвета. Часто писал пейзажи, типичные для определенного времени года или для определенных погодных условий. Очень характерны для него виды улиц и предместия, а также лунные пейзажи доков в Лондоне, Литсе, Ливерпуле и Глазг. Ему удавалось удачно придавать эффект освещения и часто тем самым картины передавали настроение. Исследователи отмечали, что изображения освещенных газом домов и улиц туманных набережных несут в себе как теплоту, так и отчуждение городского пейзажа. В более поздних работах он изображал воображаемые древнегреческие и древнеримские сцены, а также персонажи произведения Лонгфеллоу и Теннисона. Это английский поэт. Теннисон оказал на него столь сильное влияние, что Гримшоу дал всем своим детям имена персонажам стихотворения Теннисона. Реалистические, почти фотореалистические пейзажи Гримшоу существенно отличались от символических Ноктюрн Уистлера, который, ознакомившись с творчеством Гримшоу, писал, что он изобрел Ноктюрн в живописи раньше самого Уистлера. В творчестве Гримшоу старая традиция сельских лунных пейзажей была перенесена в городскую среду и зафиксировала городской дождь, туман, создав образ викторианского города. Гримшоу не оставил после себя никакого письменного наследия, ни писем, ни статей, ни книг. Умер 13 октября 1893 года в Литсе. Его творчество было забыто и интерес к нему проявился лишь во второй половине 20 века, когда прошли несколько его крупных выставок. Крупнейшее собрание работ Гримшоу находится в городской галерее Литса. Ну вот так вкратце про художника Джона Эткинсона Гримшоу. Обычно просто Эткинсон Гримшоу. Живописец викторианской эпохи, наиболее известна своим городскими пейзажами, передающими туманные сумерки. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.